МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите уникальную игру, друзья. Ведь наша игра является игрой с самым большим игровым призовым фондом в Казахстане. Фактически за воскресенье можно выиграть 24 миллиона 711 тысяч 935 тенге. По-моему, это замечательно. Это прекрасно, Сереж. Это достойно аплодисментов. Как и достойно аплодисментов то, что кроме денежных и вещевых призов мы разыграем автомобили. И прямо сейчас мы хотим пригласить сюда, в центр студии, к нам наших победителей. Итак, у нас сегодня двое их. Вы будете смеяться, но это тоже достойно аплодисментов. Конечно. Не уставайте аплодировать, друзья. Наши гости выходят сюда, встают между Маржан и мной и рассказывают потрясающие истории о том, как они стали автовладелям. О, да они окружили нашу Маржан. Ага, пожалуйста, вставайте сюда. Она так стесняется. Как и достойно аплодисменты, вставайте сюда. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Ну а теперь, друзья, давайте познакомимся с нашей уважаемой тиражной комиссией. Да, и мы забыли сказать, что сегодня же потрясающий праздник в Алмате. Да. Давай поздравим. Я думаю, что наши дорогие телезрители и гости в нашей студии не перестали еще аплодировать. Давайте поаплодируем теперь алматинцам, ведь сегодня в Алмате отмечается День города. Да, да. Ну а теперь наша тиражная комиссия. Внимание на тиражную комиссию. Как всегда, мы начинаем с председателя тиражной комиссии. Председательствует сегодня замечательный, потрясающий человек. Воинов Вячеслав Иниевич, доцент Казахской Академии Спорта и Туризма. Также в нашей комиссии Медетова Роза Есенбаевна, руководитель службы Национального научного практического центра физической культуры Министерства образования и науки Республики Казахстан. И ответственный секретарь нашего сегодняшнего тиража Пикалева Светлана Анатольевна, бухгалтер. По традиции, давай познакомим всех телезрителей и игроков с билетами этого Бинго. Да, друзья мои, знакомьтесь, пожалуйста, с нашими билетами. Вы видите, что их можно купить за 100 тенге. Это билеты Бинго 100 серии 022 и 024 и 026. Кроме того, существует такой билет, который дает вам возможность играть 5 тиражей подряд. Серия этого билета 306. Стоимость этого билета 500 тенге. Есть еще билеты Бинго 200 серии 021. И такой же универсальный билет на 5 тиражей вперед серии 305. Давайте посмотрим, сколько этих самых билетов мы продали в наш 37-й праздничный тираж. Внимание на экран. Количество участвующих билетов 140 416. Планируемый призовой фонд 9 млн 376 600 тенге. И призовой фонд Бинго 1 млн 404 160 тенге. А у нас, друзья, сегодня в гостях, и тут нам тоже понадобятся ваши аплодисменты, главный инженер коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения Акимата Алматы метрополитен Алыберген Акбергенович Жоваков. Алике, пожалуйста. Милости просим к нам. Приветствую вас. Садитесь. Альберген Альбергенович, по традиции, Сереж, ты приготовил уже? Да. Возьмите, пожалуйста, микрофон. По традиции все гости ТВ Бинго получают в подарок билеты. Поэтому мы вручим вас торжественно сейчас, вам вручим торжественно, под аплодисменты наших гостей в студии. И от всей души желаем вам удачи в нашем сегодняшнем ТВ Бинго. Спасибо. Ну, а, господи, если у вас для нас тоже есть какие-нибудь подарки, пожалуйста, не стесняйтесь. Правильно, друзья мои? Поддержим, поддержим Алибергенова. Да? Есть, наверное, подарки. Да, мы видим, что... Да, конечно. Ну, не стесняйтесь, давайте их нам. У нас есть скромный такой презент для вам обоим. Это с атрибутами нашего метрополитена. Маленький презент. Ой, рахмитага. Ой, рахмитага. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай чуть позже посмотрим. Календарь, да. Кружки. Кружки, да. Замечательно. Ну что, давай, пока мы будем рассматривать наши подарки, чтобы телезрители нам сильно не завидовали, давай проведем первый розыгрыш. Как ты считаешь? Итак, момент удачи. Момент удачи по четырем последним цифрам номера вашего билета. Вот и не готов. 5-0-2-7. 5-0-е-ка-жета. Выигрышных билетов 8. Сегас билетки жильдетста. Что должны сделать владельцы этих восьми билетов? Они должны позвонить к нам по телефону. 8-7-2-7. Это код Алматы. 3-2-9-4-3-6-3. Это телефонный номер. И для абонента момент удачи оставить о себе следующую информацию. Во-первых, представиться. Назвать свой город или населенный пункт. Сообщить нам телефонный номер и телефонный код вашего города или населенного пункта. Можете оставить номер своего мобильного телефона. Вы должны также назвать контрольный номер на вашем билете. Посмотрите, где он находится. Вместо вопросов будут стоять цифры. После этого наши агенты свяжутся с вами. У вас будет возможность в прямом эфире сыграть в момент удачи с нами. Что ж, мы будем с нетерпением ждать ваших звонков. А, не успеваю рассмотреть все подарки. Друзья мои, напомню вам, что осталось совсем немного времени до окончания бинго-марафона. Посмотрите, пожалуйста, на этот самый купон, который мы вам показываем. Невыигравшие билеты бинго могут принести вам множество призов. Соберите любые билеты с печатью тиражей. От 23 до 38 на сумму 1000 тенге принесите их торговым агентам и участвуйте в розыгрыше призов. Сереж, может, мы чуть позже посмотрим? Да я хочу сейчас. Ну, давай быстренько разыграем наши следующие призы. Пара варки по четырем последним цифрам номера билета. А там обязательно откроем подарки. 7-7-4-0. Жета-жета-тёрть-ноль. Так, у нас 14 выигрышей. Он тёрджи на пасбар. Вот так таймус. Аллат Перген Акпергенович, алматинцы уже успели оценить метро, посетить его. Вообще ведётся какая-нибудь статистика? Сколько людей уже побывало в нашем алматинском метро? Естественно, мы на сегодняшний день с момента пуска 1 декабря 2011 года, нами на сегодняшний день перевезено 4 миллиона 700 тысяч алматинцев и алматинских гостей. Должна сказать, это ещё не предел. Это только на сегодняшний день. Естественно, мы ожидаем 5-миллионный пассажир где-то в начале, в конце этого месяца. Здорово. Прекрасно. Что ж, а мы тоже продолжим, видимо, подсчёт наших победителей. Да, и теперь, если нам нужно будет считать наших победителей, мы будем это делать с помощью ваших замечательных подарков. С помощью нашего компьютера. Красивая авторучка, метрополитен Алматы. Ну, а наши подарки, друзья мои, тоже не заставят себя долго ждать. Ибо сейчас мы будем разыгрывать наручные часы с нашей эмблемой собачкой бинго-динго и с эмблемой национальной лотереи. По четырём последним цифрам. 9-0-2-0. Тогас ноль, ЕГЭ ноль. У нас 19 выигрышей. Я напоздарься, но он тогас. Поздравляем. Алла Берген Акбергенович, скажите, пожалуйста, а когда в целом завершится-то строительство первой ветки метро? Как надо это правильно назвать? Первой линией. Первая линия, да. Как вам известно, мы уже в 2011 году, 1 декабря, запустились. Сейчас мы ожидаем первую линию закончить в 2017 году. Это сколько станций получается? Это будет 24 станции. 24 станции. По-моему, это замечательно. Будем ждать. Давай разыграем наши следующие подарки. Как равны ждут следующих призов наши игроки? Игра продолжается. Мы разыгрываем термопоты по четырем последним цифрам номера вашего билета. 1, 3, 6, 4. В результате у нас 17 выигрышей. Я напоздарься, но он же это от старого скотта волосы. Алла Берген Акбергенович, что же еще в дальнейших планах метростроя? Кроме того, что вы сейчас рассказали. Да, мы сейчас работаем над тем, чтобы запустить две станции. Это станция Сейран и станция Москва. Абая, Утиген, Батыра. И дальше у нас до 2017 года у нас есть проект, на котором мы работаем. Что ж, будем ждать? Да. Но долго ждать не будем. Сейчас нам нужно разыграть тепловентиляторы, друзья, по четырем последним цифрам номера вашего билета, и потом продолжим нашу беседу. 1, 2, 6, 2. Барьека, Алтайека. 14 выигрышей. Я, он терпелеткий жилет от старого скотта волосы. Алла Берген Акбергенович, многие спрашивают, безопасно ли наше метро? Многие боятся. Я бы сказал, нет основания бояться, потому что мы являемся метро с повышенной безопасностью. Безопасность у нас очень на высоком уровне. Почему я об этом так говорю? Потому что комплекс систем, которые внедрены в нашему Матинскому метрополитену, является одним из лучших странах СНГ. Это, если разобраться по частям, если разобраться, что входит в комплекс. Это автоматическая пожарная сигнализация. Это охранная сигнализация системы. Все в автоматическом виде. Это система контроля доступа. А также система видеонаблюдения. Во всем технологическом виде. А также с функциями террор и антитеррор. Охрана и антитеррор имеются вот такими функциями. А также у нас используются системы технологические радиопоездной связи. В общей связи по технологии. Это системы Тетра. Так что Алматинский метрополитен является одним из лучших по техническому оснащению. Об этом уже признано недавно прошедшим заседанием Международного заседания Совета Ассоциации Метро, которое проходило 7 сентября в городе Алматы. Об этом они не свидетельствуют. О том, что их отзывы были очень прекрасны. То есть мы действительно являемся одним из лучших в стране СНГ метрополитенов. Мы здесь очень рады. Неятно слышать. Замечательно. Приятно слышать. И, как сказала Маржан, дай бог нам никогда не испытать прочность нашего метро. Не в виде землетрясения, не в виде каких-то терактов. Ну, давай о чем-нибудь приятном. Давай разыграем магнитолы по четырем последним цифрам вашего билета. Разыграли. 5-9-7-5. Бестовас, жета без. 7 выигрышей. Жета же нам поздравили. Вот теперь разыграли, Маржан. Поздравляем. Алла Пергенович, наш следующий вопрос. На ваш взгляд, что самое трудное в вашей работе? Я считаю, что трудностей у нас не бывает. Потому что работают специалисты, квалифицированные. Если они появятся на горизонте, мы, естественно, его преодолеем. Профессионалы. Замечательно. А мы разыгрываем видеокамеры пять раз по пяти последним цифрам номера вашего билета. Билет на сумма без сану больше, без лечи, где я биле, камера лакой ладоказа. 6-0-0-5-7. Алта, 0-0, без жета. 9-7-6-9-7. Того жета, алта, того жета. 2-0-2-0-2. Ека, 0-Ека, 0-Ека. 2-5-4-2-3. Ека, без. Тот, Ека, ищ. Следующий вариант. 3, 4, 6, 8, 6. У нас два выигрыша. Один в Алма-Аты, другой в Усть-Каменогорске. Поздравляем! Все согласятся с тем, что метро – это самый быстрый и надежный вид транспорта. Ни тебе светофоров, ни тебе пробок. Но если вдруг все-таки охота постоять в пробках, охота постоять, когда свет светофора красный, пожалуйста, выигрывайте наши автомобили. У нас, друзья мои, на все запросы есть ответы. «Лада Самара» и «Лада Приора». Здесь уж как вам повезет. Маржан заняла свое место возле малого бингатрона. А мы с его помощью узнаем все семь цифр счастливого номера. А с помощью серии узнаем, что мы разыграли – «Самару» или «Приору». Знаете, в чем разница? Если взяли билет за 200 тенге, значит, наверняка выиграете «Приору», если у вас совпали семь последних цифр. Если взяли билет за 100 тенге… Сонгут, санамасбер. Ваша «Лада Самара». У нас единица должна стоять в конце семизначного номера. И 13 658 билетов, проданных в наш 37-й тираж, имеет в конце единичку. О, еще одна единичка. Две единички получается в конце номера. 1410 претендентов на автомобиль. Ека. Двойка. 2-1-1. 158 билетов еще могут претендовать на автомобили. Ну, надо же. Эщ! Ха, троечка. 3-2-1-1. Значит, у нас 8 претендентов остается, а мы нацелены на ноль, единичку, двойку, тройку, пятерку, семерку или девятку. Нам не нужна восьмерка. Нам не нужна шестерка. А все остальное нам. Ноль Сану Базгекерия. Очень даже пригодится ноль. Есть, мы нашли два претендента. Один живет в городе Байконур, другой в городе Алма-Аты. Соответственно, мы с вами теперь нацелены либо на шестерку, либо на семерку. И будем ждать, пока либо шарик с цифрой 7, либо шарик с цифрой 6 появится на поверхности нашего малого бингатрона. Все остальные шары будут отправлены нами в специальный бункер-накопитель. Сегершат. Восьмерка, например. А вот и шестерка. Та-да-да-дам! Алта-сана! Да, шестерка и ждать долго не пришлось. И это правильно. Автомобиль отправляется в город Байконур. 0-2-1 серия на билете. А счастливый семизначный номер полностью выглядит так. 4-6-0-3-2-1-1. Вот этот билет Байконур-Каладан. Какой автомобиль выиграли в Байконуре? Давайте посмотрим. Давайте. Лада Приора. Поздравляем! Ну, теперь давайте посмотрим, какими автомобилями мы займемся через неделю, друзья мои. Лада Самара и Лада Приора. Есть еще одна небольшая информация, друзья. Если 4 последние цифры номера вашего билета, покажите нам, пожалуйста. 5-0-2-7-0-E-K-JETA, звоните к нам в прямой эфир на передачу ТВ Бинго. Номер телефона вы видите на экране. 8-727-код города Алматы, номер 329-43-63. Мы с нетерпением ждем вашего звонка и сыграем с удовольствием в момент удачи с вами в прямом эфире. Ну, а теперь, Маржан, давай уже перейдем непосредственно к нашей основной игре. Но, мне кажется, вы еще что-то достали, какой-то подарок. Да. Альбергамева. Так, что это? Да, я хотел вам подарить смарт-карту, это у нас атрибуты проездных. Ну, что она дает? И жетон. Ну, да. Которая смарт-карта, она действительно до 90 дней, на 60 поездок. Спасибо большое. То есть я могу в течение 90 дней совершить 60 поездок? Да, максимально. Спасибо. Вы нас просто задарили. А мы дали вам аплодисменты. Спасибо большое. Она пригодится нам. Я сохраню на удачу. Ну, что, давай? Давай. Начнем. Сколько билетов участвует в нашем сегодняшнем тираже? Напомним. 140 416. Планируемый призовой фонд 9 376 600 тенге. Призовой фонд бинго 1 404 160 тенге. Следующий отчет нашего компьютера расскажет нам о джекпоте. О динамическом джекпоте, который мы можем взять, если бинго сложится до того момента, как выпадет 34-й включительно по счету шар. Давайте посмотрим. Можно также бинго взять и на 35-м, и на 36-м шарах. Я хочу сказать, что бинго плюс джекпот – это 26 116 095 тенге. По-моему, обморочительная сумма, на мой взгляд. Мне очень это нравится. Ну что, давай? Давай. Желаем всем успехов и удачи. Шары уже опустились на дно бинготрона, и сейчас начнут перемешиваться в хайдинге. Ага, вот ваши билеты. Мы сейчас расскажем вам, если вы не знаете. Кстати, вы играли раньше когда-нибудь в бинго? Да? Конечно, это же народная игра. И как же я могу отстать от... Будет нескромно, если спрошу, были ли у вас выигрыши? Пока удачи не улыбался. Нет, не было. Ну, значит, теперь вам точно повезет. Спасибо. Ну, Алике, если вам нужна ручка, вы можете временно взять мою, пожалуйста. Номер 25, отметьте, пожалуйста. Следующий номер 89. А вот мечтали, Ага, что-нибудь выиграть конкретное? Какой человек без мечты? Конечно, мечтал бы, чтобы выиграть автомобиль хотя бы. Что привлекает автомобиль? У нас есть игроки? А я мечтал выиграть видеокамеру и потом выигрывал ее. Тебе ее подарили. Нет, я выигрывал. Ты выиграл? Да. Номер 76. Вообще, это салта, а? А у меня только утешительные призы доставались. А нет, обманывай. Один раз тысячу тенге мы выиграли, сыночек. А я один раз выигрывал по 13 совпадениям. Так ты везучий у нас? Да. Номер 28. Жир Масекас. А ты знаешь, Маржан, вот со временем ушли вот эти вопросы, а что правда у вас выигрывают? То есть уже за время существования нашей передачи кто-то обязательно где-то выигрывал, у кого-то выигрывали родственники, у кого-то выигрывали коллеги. Друзья, знакомые, близкие. Обязательно. На практике все равно люди сталкивались. Номер 44. Карах Терцануц, да. Алибергенова, а у вас на работе кто-нибудь выигрывал? Действительно, мы только начали работать, пока еще не было такого случая. Ну, понятно. Но я думаю, что это еще впереди. Давайте посмотрим следующий номер. Номер 14, отметьте. Он Терцануц, да. Кстати, мы с тобой заговорили о счастливчиках. Думаю, самое время рассказать о... О звездном часе одного из наших игроков. С удовольствием, друзья. Вот сейчас номер 14 вы отметили. Значит, три билета имеют шесть совпадений, 160 билетов имеют пять совпадений, ну и две с лишним тысячи, да почти три. Имеют четыре совпадения. Вот сейчас отметим следующий шар, номер 75. И начинаем звездный час. Жаслан Даутов привык идти к поставленной цели точно намеченным курсом. Бывший сотрудник правоохранительных органов. Победы в игре ТВ Бинго ждал 14 лет, внимание. Номер 70 мы отметили, ждали? Жаслан, кстати. 29 июля на третьем тираже ТВ Бинго он выиграл приз Бинго в размере 1 миллион 287 тысяч тенге. Жаслан Сергазинович, так, номер 9, отметьте, пожалуйста. Того Сана. Живет в Астане. Недавно он отметил свой 61 день рождения. Майор полиции в отставке. Пристрастился к лотерее из самого первого тиража ТВ Бинго. Билет он покупал каждую неделю. Номер 52. Елюека. Но удача в его дом явно не спешила. Кроме утешительных призов, за все это время ему удалось выиграть лишь 12 тысяч тенге. По 13 совпадениям на новогоднем тираже. Ну, тоже хорошо, да, Маржан? Ну, да. Отметим следующий номер. Номер 36. Вот зал-то, а? Друзья подшучивали над Жасланом Даутовым. Мол, с таким же успехом можно деньги выкидывать в мусорное ведро. Но Жаслан Сергазинович к подобным разговорам всегда относился с олимпийским спокойствием и равнодушием. Он не обращал внимания на шутки, продолжая раз в неделю заглядывать в торговые точки национальной лотереи. Полную солидарность с ним проявляла его супруга, свято верящая в счастливую звезду их семьи. Номер 27. Жерможета. Она не отговаривала мужа от покупки билетов, а иногда и сама принимала участие в игре. Тиражи по телевидению Даутовы смотрели редко. Обычно узнавали результаты из газеты «Экспресс-К». А недавно Жаслан Сергазинович открыл для себя издание «Лото обозрение». Номер 83. Сексен Ишсанов. Он сразу стал постоянным читателем газеты. По вечерам глава семьи вслух читает статьи о победителях жене. Они вместе радуются чужим успехам. А следующий номер 83. Я представила эту картину, как это выглядит мило. А ведь правильно делаете, уважаемая семья. Номер 35. Отсбес Санэпска. А я знаешь, о чем подумал, Маржан? Вот всегда найдутся люди, которые начинают над тобой подтрунивать. Вот такие труляляшки, трулялюшки. И вот когда мы строили метро, а начали строить аж... А с какого года мы начали строить? В далеком 83-м году. Постановление появилось. С 83-м тоже многие построили. Да вы не достроите. А вот не прошло и... Ну, не важно, сколько прошло. И мы построили. Построили метро. И сейчас номер 45. Кракбе Сана. И сейчас, когда ты спускаешься в метро, а после вашего подарка я вообще 90 дней из него не буду выходить. Я буду ездить и ездить. Диву даешься, с какой любовью, номер 69. Алпас Тогас. А главное, с каким прекрасным, с чувством вкуса, казахстанским колоритом выполнены станции метро. Я знаю, что даже некоторые свадебные процессии спускались в метро для того, чтобы и там тоже пройтись и проехаться. По-моему, это замечательно. Номер 20. Жир, мацану. Раз люди в такой удивительный день в своей жизни, когда свадьбе спускаются в метро, ездят по станциям, смотрят, восхищаются, потом поднимаются на поверхности и идут праздновать. Теперь у нас есть еще одна достопримечательность в городе. Да. Номер 88. Сексен-Сегас. А когда, получается, все станции мы свяжем, вот все 24, это мы свяжем какой район Алматы с каким? А сейчас идет участок от Раимбека до станции через Абая, до станции Алатау, это, как его, Ауэзова, Абая и Гагарина, Халкаманом через эти станции и со станции Раимбека до первой Алматы. Это, получается, мы первую Алмату свяжем с Халкаманом. Это вообще, а... Через центр города. А дальше уже рыть и некуда. То есть это замечательно. Получается, что из одной точки в другую за полчаса мы можем доехать прекрасно. Номер 26 давайте отметим. Номер 26. Уважаемые алматинцы, мы всегда верили в победу. Раз другие люди получают призы, то и мы когда-нибудь выиграем, говорит Жаслан Сергазынович. Алматинцам он обращается, потому что сегодня день города. Номер 77. Жетпожета. Из газеты я и узнал о том, что сам стал героем 30-го тиража. А, 30-го тиража, да. Не 3-го, там опечатка была, ноль забыли. А я говорю, в июле 3-го тиража. 30-го на самом деле. Вот хорошо, что... Сейчас я уточню. Честно скажу, испытал только удивление и радость. О возможном недоразумении я даже не подумал. Ведь людям каждую неделю вручают призы. Никогда не слышал о том, чтобы национальная лотерея оставила победителя без награды. Так оно и есть. Жаслана Рад, так оно и есть. Поэтому сразу поделился радостной новостью с супругой. Она у меня в тот день за не могла. На здоровье жаловалась. С дивана подняться не могла. А тут такая новость. Моя любимая тут же на ноги поднялась. Обо всех болезнях забыла моментально. Вот тогда я лично убедился, что при помощи лотереи людей можно лечить. Какое приятное лекарство? Приятное лекарство 85. Сексен без сана. Но все равно на всякий случай контрольный визит к врачу надо совершить. Потому что радость она лечит, конечно, но на врача люди тоже не зря учатся 5 лет. Так, номер 16. Он Алта-сана. Если серьезно, ну это шутка такая была, мы очень обрадовались. Детям рассказали о выигрыше. Шутка ли? Более миллиона тенге выиграть. Деньги мы потратим на приобретение новой квартиры. Кстати, билеты на следующий тираж я уже купил. Поздравляем от души нашего победителя. Да, Мажор? Конечно, Сережа. Вот прекрасно. Номер 18. Он Сега станет сюда. Вот играл почти 14 лет. Вот сколько и есть этого бинга. Верил в победу. Она ему улыбнулась. Сотрудник правоохранительных органов. Не потерял веру. Семья его поддерживала. И теперь они купили квартиру детскому. Я не знаю, купили или нет, но вот пока планируют. Он так говорит. Деньги потратим на приобретение новой квартиры. Дай бог, чтобы так все и получилось. Номер 84. Сексен без сана. И дай бог, чтобы его жена была жива-здорова. А урманц. Не болела больше, да. Уважаемые алма-атинцы, жители Бастандыкского района, на территории ярмарки Турксип установлен фирменный киоск национальной лотереи, где вы можете приобрести лотерейные билеты. Ой, наконец-то. Потому что я когда ходил по ярмарке, там сложности. Номер 74. Еще я знаю, в центре сложно купить. Вот у меня тесть играет, и он бедный. Не знает. Ездит аж к юбилейному, там вот, где магазин юбилейный. Но этот вопрос тоже решается, друзья мои, не переживайте. Номер 87. Сексен жетта Санэцстен. Решим мы эти вопросы. Слово о наших точках, национальной лотереи, о киосках в центре. Жители Медеусского района могут купить наши билеты на ярмарке, расположенной на углу улиц Гоголя и братьев Абдулиных. Там же находится новый лотерейный киоск. Прекрасно, хорошо. Так, следующий номер. 33. Вот у меня, где родители живут мои, там на Гоголе Муратбаева есть киоск, я знаю. Прохожу мимо все время, смотрю, любуюсь. А вот тесть живет на улице Кунаева, там надо к юбилейному. Ну, совмещает. Или в сторону магазина России идти, там искать. Номер 73. Ну, вы не думайте, дорогие друзья, что мы в национальной лотереи этого не знаем. Конечно, знаем, думаем об этом. Ну, хорошо. Согласовываем с городской администрацией, где бы поставить наши киоски для вашего удобства. И, поверьте, через какое-то время все вопросы решим. Вообще, дорогие друзья, если у вас нет возможности смотреть наши тиражи по воскресеньям, вот этот вопрос мы уже решили. Номер 4. то на сайте национальной лотереи вы знаете, где находится наш сайт www.kazloto.com Вы можете посмотреть нас в любое удобное для вас время. Все архивы наших передач, начиная с первого в этом году, номер 30, отметьте, там выложены. Заходите, смотрите. И, как всегда, мне приятно напомнить, что каждое воскресенье в нашей студии присутствуют особые гости. Счастливчики, выигравшие в лотерее бинго-бонус приглашения на игру в студию. Номер 19. Он того станет сюда. Вот и сейчас в нашей студии сидят счастливчики, которые выиграли приглашение на нашу игру. Поскольку они увлечены нашей игрой, мы не будем их отвлекать, говорить, встаньте, пожалуйста, пусть сидят. Знаете только, что они есть среди наших гостей. Все они получили билеты бинго на сумму 1 тысячи тенгей. Возможно, кто-то из них победит сегодня в игре со зрителями в студии. Номер 23. Жерма-эш. Номер 34. Отсет. Друзья, в этом году на ТВ Бинго можно выиграть квартиру стоимостью 10 миллионов тенге. Розыгрыш квартиры, ответьте, пожалуйста, номер 38. Отсет. Розыгрыш квартиры состоится 14 октября. Кто в нем участвует? Гости студии. Те, кто выиграл приглашение на розыгрыш квартиры. То есть не просто бинго-бонус он выиграл. Нет, бинго-бонус это отдельная игра. Он выиграл приглашение на розыгрыш квартиры. Номер 15. Отметьте. Именно среди тех, кто 14 октября будет здесь с нами, то есть приедет в Алмату, зайдет в нашу студию. Мы разыграем квартиру стоимостью 10 миллионов тенге. Номер 22. Шир Маека. Если хотите, это будет квартира за 10 миллионов в Алматы. Если хотите, это будет квартира в вашем регионе. В любом регионе Казахстана, в котором укажете. Где вы проживаете. Да. Но если в Алматы, я думаю, это будет неплохая однокомнатная или в Астане. Если это в регионах, то это может быть двух- и трехкомнатная квартира. Номер 47. Крах-жета. Естественно, что покупать. Важное условие, чтобы приехать в студию. Да, да. Это самое главное. Ну, вообще, если хотите подробно узнать об этой акции, пожалуйста, на наш сайт казлато.ком или вы можете прочитать в газетах Лото обозрение, Экспресс-К, или узнать у торговых агентов. Там есть нюансы. Если вы не приедете, допустим, номер 71. Четпосбор. Да. Допустим, скажите, я не хочу приезжать. Тогда вы не сможете участвовать в розыгрыше квартиры. Получаете другой приз. Такой символический. Если приедете, то у вас будет возможность именно выиграть квартиру. Номер 7. Жето. Ну, и вообще, друзья, чем чаще вы будете читать нашу газету Лото обозрение, тем больше у вас будет информации. Потому что все самое интересное из мира лотерейных игр вы найдете в нашей газете Лото обозрение. Можно приобрести эту газету в пунктах продажи национальной лотереи. Также вы можете подписаться на нее в подписной индекс в основном каталоге 64382. Вот как раз и номер 64. отметьте, пожалуйста, его. А вот так вот выглядит наша газета. А вот поставь сама. Как всегда, сегодня в 17 часов на канале Казахстан состоится еще один замечательный тираж другой увлекательной лотереи Алтынтага. Джекпот на сегодня больше 6 миллионов тинге. Алтынтага уникальная игра, ведь только здесь можно выиграть огромный джекпот и серьезные денежные призы, золотые украшения. Кому блеснет золотая подковка? Посмотрим в 17.00 на телеканале Казахстан. А, номер 79. Жетпостогас. Номер 54. Келесышкан, санамас, елютюет. Ну, я хочу сказать, что мы сейчас играем исключительно на сумму 1 миллион 404 тысячи 160 тинге. А каждый вторник газета Экспресс-К публикует итоги воскресного тиража. Также посмотреть результат вы можете в газете Лотообозрение, о котором мы только что говорили, либо на сайте www.kazloto.com О, Моржан, бинго! Ну, здорово! Слушайте, у нас сложилось бинго, на 45-м шаре бинго сложилось в городе Мерке на третьей игровой комбинации. 0-2-4 серия на билете 9-4-4-7-0-2-6 это счастливый семизначный игровой номер. Вот из билет Меркетен серия в городе Мерке 3-0-2-1-4-5-4-5-4-5-4-7-0. Давайте посмотрим, сколько тех, у кого совпало 13 и 14 номеров. По 13 номерам у нас 466 игроков выиграли. По 14 номерам 54 игрока. Ну и по 15 один из мерки. Бинго, бронша. Давайте посмотрим, кто сколько получает. И тот национальный лотерей. Величина призов. Если вы выиграли по 13 номерам, значит национальная лотерея выплачивает вам 1 миллион 54 тенге. Одну тысячу, друзья мои. Простите. Круто, ты загнул. Одну тысячу 54. Ну а знаешь, Маржан, может мы когда-то говорили, что мы машины будем разыгрывать с помощью компьютера. Тогда тоже хитрые люди, которые, видимо, смеялись над героем. И так, и так. Моменты удачи и над строителем метрополитена, они смеяются и над нами. Когда это будет? А вот не прошло и... Да, ну ладно. Значит, по 13 номерам 1054 тенге. Что стало с джекпотом? Да вообще ничего опять не стало, но есть и положительные прогнозы, друзья. 27 миллионов 200 тысяч. Таков будет размер вознаграждения Бинго плюс джекпот на нашем следующем 38-м тираже. Поздравляем! У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вы сыграете в момент удачи. Как вас зовут? Меня зовут Вера. Пожалуйста, Вера. Можете убрать любой номер. Первый, второй, третий, четвертый или пятый. Так, давайте номер три. Номер три. То есть вы решили убрать лотерею «Две столицы». Давайте посмотрим. Вы выиграли 10 тысяч тенге. Спасибо большое. Спасибо вам, что дозвонились и приняли участие в нашей игре. И по нашим правилам мы должны открыть все остальные пять лотерей. Мы, к сожалению, должны открыть все остальные. И вы поймете, что выиграть вы могли, конечно, больше. Но ничего-ничего. Поздравляем! Время утешительных призов, друзья мои. Утешимся по двум последним цифрам номера билета. 0,4. 0,2. 0,2. 0,2. 2,7. 2,0. 2,9. 5,7. 8,3. 7,9. 5,0. Без ноль. Количество победителей 13 тысяч 936. Жену поздно, что он очень много лет получил. Величина приза бинго 100-100 тенге, а бинго 200-200 тенге. Нет, жильдя кулема, целый билетный багаса была, да? Угу. Друзья мои, мы разыгрываем деньги. Два раза по трем последним цифрам номера вашего билета. Вариант 2-3-3. 2-8-3. На эти два варианта выпало 259 выигрышей. А разыгрывали мы 500 тенге и 2500 тенге. Поздравляем! Тысяча и 5000 тенге будет на кону, а разыгрывать будем 4 раза по четырем последним цифрам номера вашего билета. Билетный золкатверцинку быень шат... Тюль тре-джуде егазир бирмен, же не пес, ман тенге денька и лада. 3-0-5-0. 3-0-5-0. Ага, стекалай. 6-0-1-2. Алта-ной-брь-ёйка. 6-2-0-6. Алта-йека-ноль алта. 1-2-8-0. Брь-ёйка-сегас-ноль. На эти четыре варианта у нас 61 победитель. Жену поздравляем! Поздравляем. Сегас, алта, алта, ноль. Варианты 1, 2, 8, 9, 9. Брьека, Сегас, товас, товас. И последний вариант, пяти последних цифр семизначного номера, 4, 7, 1, 3, 0. Терчета, бр, Иш, ноль. На Эй-3 варианта у нас три выигрыша. Ишпилетки, жилец, да. В Алматы, в Туркестане и еще один в Алматы. Поздравляем. Так, что у нас там дальше по сценарию? Дальше у нас... О, друзья мои, как я люблю переворачивать страницу сценария именно на этот пункт. Над нами тоже смеялись, а мы разыгрываем 1 миллион тенге. Или 200 тысяч. Ну да, да, ну нет, про 200 тысяч я молчу. Сейчас я больше увлечен одним миллионом тенге. А когда мы будем говорить про 200 тысяч, мы опять будем давать пищу для смеха этим ехидным людям. Барсана. Единица должна быть в конце. И 13 658 билетов имеют в конце единицу. Еще один номер 1, то есть 11 в конце и 1410. Билетов, проданных в наш 37-й тираж, имеют в конце семизначного номера две последние цифры, 1 и 1. Алта. 6. 147 претендентов остается. Так, дал-то. Еще одна шестерка, Маржан. 6-6, 1-1. 18 претендентов. Нам необходим шар с номером 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 9. Я так понимаю, что нам не нужна шестерка. И тройка. Да-да-да, вовремя подсказали. Как раз тройку мы и отправляем в бункер-накопитель. Ну, если следующая, друзья мои, будет не шестерка, значит, фортуна смотрит в нашу сторону. Если нет, она слегка отвлеклась. Ну, ничего-ничего. Мы сможем привлечь ее внимание вновь. Четверка нам была нужна. И в результате у нас опять два претендента. Бурное и Усть-Каменогорск. Куда отправятся деньги? В Бурное или в Усть-Каменогорск? Восьмерку в бункер. Девятку в бункер. А она не вышла. Ну, ничего-ничего. В следующий раз точно попадет в бункер. Мы же не учитываем девятку. Нам необходима либо двойка, либо семерка. Барсана, да, Кирилл? И единица в бункер тоже. Бесана. Тройка не нужна. И попробуй только сбежать от меня. Девятка не нужна. Девятка не нужна. Девятка не нужна. Нужна. Вот так вот. Пока. А в Бурное мы и отправляем. Бурное, но разыгрывали как-то очень долго. 0,2,1 серия на билете. 9,2,4,6,6,1,1. Вот здесь билет бурный, Дан. Серия 0,2,1 говорит о том, что только что в Бурное выиграли 1 миллион тенге. Бурная радость с Бурным. Поздравляем, друзья мои. Ну а сейчас, друзья мои, мы разыграем пригласительный, сейчас мы вновь разыграем приглашение на суперигру в студию. Это та самая квартира, о которой мы вам так долго говорили. Среди гостей студии 14 октября мы разыграем квартиру, которая стоит 10 миллионов тенге. Сейчас, когда наш компьютер определит счастливчиков, они должны зарегистрироваться и в представительстве национальной лотереи. Внимание, 4 выигрыша у нас. Приглашение на розыгрыш квартиры мы отправляем в Астану, Алматы, Иргилии, Шахтинск. 4 последние цифры, 6,7,3,6. Благодарим стилистов салона Анжела Мода за помощь в подборе одежды для ведущей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Рахмитово". Рахмитово. Спасибо большое. Ну а мы с вашего разрешения займемся вот этими вот замечательными призами, пароварками. Это как минимум, друзья, потому что как максимум это телевизор, это два денежно-то, это два денежных сертификата. Это два денежных сертификата, видеокамера, велосипед и вот эта вот потрясающая хлебопечь. Но у вас в руках должны быть свои пригласительные жетоны, купоны, которые состоят из двух цифр. А мы запускаем наш малый бингатрон. Именно с его помощью мы узнаем для начала последнюю цифру пригласительного жетона. В конце номера должна быть девятка. И поэтому все, у кого девятки в конце, как минимум получают пароварки. У кого нет девяток в конце, аплодируют. Вставайте, пожалуйста, сюда. У вас 89, у вас 09. Амаржан запускает еще раз наш малый бингатрон, для того, чтобы определить, кто будет бросать кубик. Здоровое питание как минимум вам обеспечено? Да, как минимум здоровое питание. У кого номер 49, вас я поздравляю. Поздравляю, вы будете бросать кубик, а все остальные берут пароварку и садятся на свое место. С ощущением выполненного долга. Сегодняшнее воскресенье для вас, дорогие друзья, не прошло даром. Ага, пожалуйста, можно бросать. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, национальные игры, лотерейная бинго. Поздравляю вас от сердца с праздником города. Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, доходов, счастья семейного, голубого неба и побольше яблок нашему городу. Да, ура! Замечательно. Разрешите, я в следующий раз вас буду просить, чтобы вы писали для меня тексты. Так красиво сказали. Пожалуйста, бросайте за спину кубик. Кубик показывает номер 4. Под номером 4 та самая хлебопечь, которую я так расхваливал. Вы еще не выигрывали хлебопечь? Велосипед, так сказать. Ну, и это уже в другой раз. В следующий раз. Спасибо. Ну что ж, праздничный тираж, пожалуй, завершается. И я думаю, сейчас самое время места Сереже уступить. Это нашему гостю. К нам пришел мистер Куна. Мистер Куна Келлиготер. Сахан и Шанни. Харсал и здар. АПЛОДИСМЕНТЫ Мистер Куна Келлиготер. Мистер Куна Келлиготер. Мистер Куна Келлиготер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok